Поэзия, повествование и послание. У них есть какие-то свои особенности. В повествовании ключевое слово – это вовлечение. Мы вовлекаемся в историю. Так ведь? Иисус ввели притчу, и Он вовлекает слушателя. И вот это вот, чем интересно проповедь повествователя, она вовлекает, вовлекает историю. Иногда это можно историю сделать, как я делал историю, когда создавал, то есть мы резали салат. Пару человек вышло, фарту – это история. Я рассказываю, что это какое-то действие. Понятно, что основная часть – это слушатели, а какая-то часть моей команды, которая делает действие – это вовлечение в историю. Например, у меня был цикл проповедей о том, как церковь, как, знаете, парусник, бригантина. Я очень люблю морскую тематику. Я был в морской кепке. И эта церковь, как команда, Христос Капитан, Шторм, Штиль, Отдач Вартовый, и мы как бы вовлекаемся в эту историю. Поэтому сама история – это вовлечение. То есть я хотел предложить церковь сказать, что духовная жизнь, она подобна морскому плаванию. Это увлекательная вещь. Это опасная вещь. Это сложно. Это не прогулка на яхте. Это по-настоящему серьезно. Есть Шторма. У меня даже был такой случай, когда я готовил проповедь на Шторм. Я не имею в виду, что какие-то такие потрясения, там, знаете, цунами, необычные наши бытовые потрясения. То есть я думаю, какой взять текст? Ну, взял, конечно, Якова. Со всякой радостью, братья, принимайте, когда попадаете в какие-то испытания. Я так взял, написал. И первая моя фраза была… Я пишу, пишу, все, что с нами случается, случается, как с людьми верой. Понимаете, вот просто, ну, людьми, то есть не просто так, раз упало, так. Я думаю, ух ты, серьезно, ну что же, господи, ты не сделаешь? А это я ехал, должен был ехать в Киев, получить, ну, визу, ехать на сессию в семинарию. И там была проблема в моих документах. Я когда… Там неправильное имя, там что-то, адрес. И мне, когда я подавал, сказали, ну, это проблема. Я говорю, так, давайте уже два дня в Киеве, давайте, вы деньги потеряете. Давайте, все будет нормально. Потому что я не успел. Первый день пришлось заночевать. Приехал в Одессу, и вот я этот вторник пишу, должен ехать в среду. Еду, сажусь на самую первую маршрутку, и я никогда не ношу деньги вот в этом кармане рубашки. То есть это у меня закон. Я уже с дороги знаю, у меня столько воровали все в джинсах. Вот я хожу рубашку, думаю, ох, карман на пуговичке сюда положу. Я взял с собой еще лишних 100 долларов. Просто мне не нужны были. Вот я взял и взял еще больше евро. Я там тоже был отдать. Думаю, вдруг там не будет разменять. Я еще взял еще мелкий. То есть взял где-то, ну не то, чтобы в два раза больше, но чуть-чуть больше, где-то в полтора, чем они мне эти все деньги выруют. Утром там такая, вот знаете, карманники, они работают, это там, ну, все чисто. И когда мы только трогаемся, и у меня нет денег. Мой попутчик, с вами мы едем, кинем, слушай, ну, я заплачу, ну, просто я в шоке, все. Я такой, знаете, только, ах, а потом эта фраза. Все же с нами случается. Случается как с людьми веры. Я такой раз сел, ты понимаешь, Саша, в чем дело? Просто вот я тебе сейчас этот контекст расскажу, историю. Рассказываю, он такой, ничего себе, как Бог серьезно относится к проповеди. В общем, я ехал в Киев, я ехал, знаете, все эти пять часов, я летел. Я действительно испытал радость, я славяю. Я никогда в жизни так, я обычно бы возмущался, сжалел, проигрывал бы несколько раз эту ситуацию, как я бы эти деньги, вот как бы. Но я так молился, и у меня вот такая была, ну, вот, мысль. Я говорю, Господи, как же, я сейчас должен, во-первых, отдать там, где я взял, и еще, ну, то есть, два раза нужно отдавать. Что мне делать? И Бог, не Бог, но какая-то мысль, ты как раньше жил? Ну, твою благодатью. А как ты собираешься жить? Твою благодатью. Спокойно ездь себе в Киев, все будет нормально. Я думаю, я жене не скажу, потому что у нас не такое там сильное финансовое положение, ну, ладно, чтобы она не расстраивалась. Я приехал, но я иду, и потом, и получаю визу. Я говорю, Сташ, вот видишь, у меня будет виза. Я приехал, получил визу, мы сидим, кушаем, он говорит, таки Бог есть. Ну, так мы так кушаем. Я приехал в церковь, ну, уже приехал, и думаю, я не люблю, знаете, какие-то спекуляции на подобные истории, но думаю, ну, если я вот не скажу, эта история о штормах, она будет какой-то, ну, о радости, ну, нереально. Я начинаю говорить. Моя жена сидит в зале, то есть у нее такие глаза, то есть она не знает, уже пару дней как дома, что мы попали, ну, в какие-то деньги. Она сидит такая, ну, потом говорит, ну, потом, когда я сказал, я поняла, то есть, что действительно, ну, то есть я вовлекаю историю, путешествие, я сам этой историей. Это что-то со мной, я сам вовлечен, и не только вовлечен воображением, но я реально был вовлечен, то есть я испытал это. Поэтому в повествовании, когда мы создаем историю, когда мы читаем историю, и когда историю создаем проповеди, мы вовлекаем человека в действие. Пусть это нереальное действие, Но это магия истории. Привлечь нас, вовлечь нас и испытать те переживания, которые переживает главный герой. Радоваться с ним, смеяться, как Авраам, если правильно сказать, как он идет. Три дня. Три дня, это так он шел три дня. Что такое, что три дня шел отец, который должен убить своего сына, который так ждал? Это трагедия. Я понимаю, что это такое. Мы вовлекаем слушателя в переживания, в слезы. Это как он засыпал. Он вообще спать не мог. Как может спать отец? То есть и так далее, и так далее. Дальше это поэзия. У поэзии другая функция. У поэзии, поэзия в нас включает, что воображение. Это первое слово, когда я услышал, когда вот впервые, ну, мне понравился курс по богословию в ветхозрительной поэзии. Есть такой профессор в Чикагского университета, в Тринити, в Тринити Дивинити Скул, Вильям Ван Гэмерин. И он тогда, он такой, знаете, голландец, такой, знаете, такой, как я, пузатый, с такими ногами, и вот он с такой бородой. И он такой, это просто что-то было. И говорит, самое главное, когда мы читаем Ветхий Завет, особенно поэзию, Imagination, воображение, включите воображение, потому что эти тексты, это метафоры, это образы, они визуальны, они осязаемы, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, шум, вот, лист, которого не вянет, плоды, то есть, и это картинка. И слышал я голос, как голос шум, как голос, как, вот, шумных, да, то есть, и ты слышишь этот водопад, он шумит. Это образы, это метафоры, поэтому поэзия, когда мы проповедуем нам на псалмы или какие-то политические блоки, это включение воображения. Вот почему нужен какой-то образ, чтобы он был. Ну, я иногда использую там визуально, иногда это вербально, то есть, но поэзия у нас включает воображение. Поэтому, когда мы читаем песни с ней, мы воображаем, особенно мужчины, воображаем и представляем. Когда мы читаем, апокалиптика, это воображение, но там нужно понимать, чтобы не попасться в буквалистское прочтение эти образы, иначе там эти рога, копыта, там нас заведут куда-то, когти, это же толкует, что означает тот кохоть, тот рог. Это образ, вдруг возникает, лежит, агнец, как бы зал, это ягненок, вы видите маленьких ягнят. Я только переселился в частный дом, мы там пожили, пришла какая-то женщина там, из этой улицы, говорит, я вижу, вы люди хорошие, я хочу подарить двух козлят, спасибо. А они, эти козлята, мы их называли Лелик и Болик, помните мультик такой был, Лелик и Болики. Это они, они когда, мои дети играли с ними, они бегали, то есть это действительно вот, и вот они чуть подрастают, решили их заезать. Я не хотел смотреть, для меня это было, я говорю, я есть не буду, и теща обманула меня, потому что мы живем в одной доме там, и оказывается, я ел Леликов и Боликов, она меня обманула. И просто, когда я вижу, что этот Агнец, как этот ягненок, он лежит, он кровью, кто против него? И тут встает зверь, и он как мутант, монстр, то есть ты воображаешь эмоционально, просто страшно. Он противен, это мерзостное существо, и кто? А мы, как эти, и Иоанн пишет, что мы, церковь, мы, как эти агнцы тоже, против этой Римской империи, которая встает, это мощная сила, кто ее разрушит? А вы знаете, где Римская империя сейчас? Нету ее, ее нету, нету, ее нету, и какая империя бы не возникла, она все равно исчезнет. Это прогнание, потому что есть тот царь царей, хотя он, кажется, Агнец, он ягненок, но он потом лев, он потом всадник, это образы, если мысли догматично, а как это Агнец? Если потом лев, а потом, ну да, для образа это не имеет значения. Понимаете? Воображение. И увидел я новое, это требует воображения, увидел я новое, там считают, как оно будет, да-да-да. Просто включи воображение и не парься. Это просто потрясающе красивое место. Оно не будет буквально чистого золота, оно не будет, но это просто потрясающее место, и все. И на этом успокойся, включи воображение, отключи догматику. Даже не догматику, а буквалистское такое вот прочтение. То есть оставить линейки, транспортиры, там что там, эти вот, меряют всегда. Или послание, или письма. Там много есть для воображения, там много есть историй, Павел описывает, но здесь мы размышляем. Павел пишет письма, во-первых, иногда это было переписка, говорит, прочтите, да. То есть я не настаиваю, что письма, но здесь как бы основной, чаще всего это касается о том, как мы мыслим вместе с Павлом. Окей. Немножко еще мы начнем говорить о повествованиях, да. Сейчас начнем, потом продолжим. Завтра, вернее. Некоторые особенности повествования, мы должны знать их, потому что мы можем использовать это. Ну, я говорил, да, вот начало, здесь плохо видно. А может... Меня, это не страшно, сейчас нужно, чтобы была видна картинка. Меня запомнят благодарные потомки будущей цивилизации. Мы говорили, да, что делает повествование повествованием, сюжет. Вот, есть видение, основная часть, заключение. Итак, начало истории, да, потом появляется напряжение. Потом напряжение достигается у пика, да, то есть мы уже просто ждем. Помните, вчера рели о Пушкареве, и, то есть, я не знаю, ну, какой-то фильм, это мы уже ждем, когда уже потом раз, произошла встреча, все. Равновесие восстановлено. И это классика жанра, так устроено повествование. Три ключевых составляющих повествования. Это решение этических проблем. Они открывают вопросы или тему, да. Чаще всего в Библии решаются какие-то повествования, какие-то этические проблемы. Это одно ключевое состояние. Следующее. Это формирование персонажа. Какие решения он принимает? Ну, немножко поговорим о персонажах потом. Какие решения он принимает? Как он созревает? Какой он сначала негодяй, а потом какой он хороший становится? Павел. Он дышит угрозами. А потом становится апостолом Иисуса Христа. Как созревает Авраам? Как там, ну, или наоборот, что происходит с Адамом и Евой? Самсон, Давид, Соломон. То есть, как движется, да, наш персонаж? Как он растет? Какие он решения принимает? Это часть истории. Следующее, третье, это действия. Последующее, какой эффект, то есть, наша история оказывает на последующее развитие, ну, книги. Вспомним фильм. Давайте посмотрим, давайте посмотрим фильмы. Они уже, мы смотрим как бы психологически, вот, ну, в первый раз, да, мы смотрим это в первый раз. Вот это уже смонтированный, продуманный сценарий. Эпизоды, ну, сцены, эпизоды, там даже свет, знаете, когда вот номинует Оскара, там даже есть за лучший свет, там еще такие вещи. То есть, все, свет, музыка, мы завтра это попробуем ощутить, это, да, то есть, ну, как это, вот, я покажу ролик один. То есть, все работает, чтобы создать атмосферу повествования. Но фильм, я немножко дальше, но рассказ письменный или устный, он не может использовать свет, какую-то технику, да, все создается словами или образами, все создается устно. И вот есть образы, они есть универсальные, эти образы, такие, так называемые, можно сказать, архетипы, да. Например, есть, я так называю, есть такой, ну, явный образ, да, есть такие вот имплицитные или скрытые, неявные образы. Ну, например, вот, вот, что вы скажете, образ чего это? Кого? Нехило, нехило. Ну, может, я сейчас похож на уставшего человека, вот даже так вот. Значит, человек устал, да, а если так? Мыслитель, смотрите, все, то есть, я ничего не знаю, там нету, там надписи, он сейчас думает, он переживает, да. Есть в тексте образы, которые сказаны, там, Бог-царь, да, или там, Бог-воин. Ну, помните, на прошлой лекции вчера я говорил, что первая глава, вторая глава. Бог-царь, там ничего не сказано, значит, из деталей описания мы создаем, это создается образ. Вот почему нужно включать воображение. Я продемонстрирую завтра, образ блудницы. Нет, он неправильно понял, да. А, с Библии, он с Библии. Ну, неплохо, я включу это в следующий, как-то, ну, скажу, что, нет, вы неправильно подумали. Это вообще блудница, она так себя ведет. Я понял, да, что мы просто, не пришло декодирование. Смотрите, есть образы явные, просто написано, что вот тот, Бог есть, там, Иисус лев, да. А есть нужно из текста чувствоваться, включить воображение и прочувствовать, какой же здесь образ. Поэтому здесь явные есть образы и неявные, то есть, ну, прямые, которые просто сказаны и скрытые. Также есть архетипы. Вот мы в прошлый раз о лисице, да, что в одной культуре она привязана к хитрости, а другая культура, и не думает о ней. Но есть идеальные символы, мы будем более-менее так, универсальных категориях. То есть идеальные символы или идеальные образы, которые создают позитивную, комфортную атмосферу. Например, мы сейчас будем параллели между фильмом и рассказом. Например, фильм начинается такой, весна, цветет сад или лето, да, то есть там, да, там, эти стрижи или ласточки там летают. Уже такой какой-то позитив, да, есть хороший. То же самое, если я начну рассказ, цветущий сад, да, это была весна, там, пахло там миндалем, там, или цвели магнолий, сразу такой раз, включается воображение, уже идет такой позитив, нормальный цвет. Потом дальше, когда яркие цвета мы встречаем, или в фильме, или даже в описании, да, какие-то яркие цвета. У Иосифа была яркая одежда, ну, такой позитивный образ, он был гламурный парень, ну, посреди всей сельской местности, то есть такая вот. Там все были, это, гопники, гопота, а он был гламурный парень, и поэтому те, естественно, его не любили. Светло, день, спокойно, или когда там рисуется какая-то община, например, как начинается ласелин колец, да, вот, ну, как чуть дальше, когда раз показывается деревня хоббитов, да. Такой пасторальный образ, там все работают, какой-то вечный праздник, да, вот это вот пасторальный, это вот жанр такой, что деревня – это вечный праздник, сады цветущие, урожай собирается, там, этот пастушок играет на свиреле, а пастушка катается на, значит, босоногая на качеле, и вот это идиллия, да, создается такое позитивное такое вот настроение, атмосфера. Или избыток, праздник, да, то есть какой-то хоровод, деревня танцует, там, или что, ну, или свадьба идет, тоже позитивное создает. Потом сад, роща, там, горная вершина, хорошо соответствующая одежда, или восхождение, падающая вода, там, фонтан, поток, то есть, ну, когда не такое мощное, конечно, нет, ну, такое вот. Создает в целом такие позитивное настроение, это невербально, но оно создает в нас, да, такой образ. Это всегда, ну, это знают те, кто нам снимают фильмы, и это знают хорошие писатели и хорошие рассказчики. Если вы хотите создать, сделать такую проповедь, повествовать, или создать такую атмосферу, нужно использовать универсальные образы или символы такого вот, ну, позитива, да, то есть, создать от того, какие будете использовать символы, такое будет состояние, и у нас такая будет атмосфера рассказа. Ведь это мы делаем видимо, да, включаем свет, там, украшаем, все, и у нас уже хорошо. То же касается и речи, то же касается и то, о чем мы говорим. Напротив, неидеальные символы, не то, что приносит такой какой-то, ну, напряг, да, дискомфорт, вот, сразу же такая вот угнетающая атмосфера, это фильмы, это как бы те, кто снимает фильмы про ужастики, ужастики там или какие-то триллеры, они тоже знают. И далее, литература, которую мы читаем, она вот нас, ну, сжимает, мы такие начинаем уже сразу так, о, классно, так пошел адреналин, страх, кто-то любит даже вот такие ощущения. Ну, осень, зима, темные цвета, или тьма, ночь, шторм. Ну, представьте себе, начало фильма, такой ливень, дождь, молния, такой маяк, там его не видно, и такой бэм, 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 эта римба бьется там, и такой идет фигура такая мрачная, в таком, знаете, зюйтвецке, в плаще идет, она темная, да, идет, и прошла, все, уже какой-то такой напряг, да, уже что-то, кто это, что это, ну, понятно, не красная шапочка понесла бабушке пирожки, это какой-то злодей там, а может быть, там, смотритель маяка, но что-то там не то. Так начинается детектив или история. Вспомните тот же самый Лосевин колец, по-моему, в третьей части, когда Арагорн поехал брать это войско, ну, проклятый, помните, такое войско, и они, шел он, потом этот эльф и гном, вот такие гномы, это жители пещер, вот они подходят к этой пещере, и помните, как начинается все, серые тона, деревья сухие, нету зелени, пещера, да, у нас здесь есть изоляция, сухость, голод, пещера, да, все, и ему, гному, страшно войти в пещеру, да, то есть, и в этот страх, он просто, есть обрамление, да, этих образов, то есть, и, ну, это же просто, представьте себе, если гном боится войти, ну, в пещеру, это жители пещер, значит, такое, создается такое вот настроение, атмосфера, чтобы так вот эмоционально, то есть, мы вовлекаемся в это, мы вовлечены через вот эти вот образы, ну, и так далее, понимаете, да, то есть, это элементы рассказа, то же самое мы встречаем в наших... То же самое мы встречаем в наших рассказах библейских повествованиях. Во-первых, все они разбиты на сцены, то есть, есть сцена. Типично для библейского повествования, что в сцене участвуют два персонажа, два героя, то есть, нету там, там, три, четыре, если, или, как бы, если есть даже диалог между ними, да, вот, то если там, ну, всегда будет две группы, одна плохая, одни хорошие, но всегда нету трилога, нету, как бы, мы читаем там, три-четыре героя, да, между общаясь, чаще всего это диалог, два персонажа. То есть, в этом смысле библейские повествования чуть-таки, ну, не то, чтобы плоские, но немножко такие типичные. Все характеристика, или как все, вся сцена описывается, нужно видеть детали. Диалог, контраст характера, то есть, очень четко, из-за своей скупости и мало места, то есть, это очень выпукло. Чаще всего это очень, ну, видно. Потом сюжет, ну, мы уже говорили, рассказчик. Частью повествования есть рассказчик, то есть, какого лица идет повествование. Чаще это повествование от третьего лица. Например, вначале Бог сотворил небо и землю. Никто, то есть, мы не знаем, кто это. Просто рассказчик, то есть, он уже включается. Есть истории, например, мы, пассажи, да, в книге «Дяния апостолов», где видим, что кто-то от первого лица повествует. Кто-то говорит, и мы встречаем, что где-то кто-то говорит, вот, например, книга «Клисяст» написана от первого лица. То есть, я был, то есть, человек, это тоже интересно. То есть, смотреть, от какого лица повествуется. Мы потом поговорим, не знаю, есть ли смысл говорить о таких вот реальный автор, идеальный автор, имплицитный автор, тоже самое есть, имплицитный читатель, реальный читатель, идеальный читатель. То есть, это целая такая наука, есть наратология, то есть, наука по изучению повествования. То есть, целая наука, ну, не знаю, наверное, мы не будем там сильно в эти вещи углубляться. Тем не менее, очень важен рассказчик, потому что он вездесущий. И он, и очень нужно понять, какую точку зрения он дает. Потому что рассказ, нас ведет по рассказу рассказчик. Он невидимо присутствует, но он нас ведет. И эта точка зрения, точка зрения бывает разной. То есть, это та перспектива, точка зрения автора, тот взгляд на историю, который он нам дает. Это камера, видеокамера. Как вот камера, вот если вот камера сейчас вот смотрит на меня, будет видна только эта картинка, вас не будет видно. Потом на кого-то камера повернет, значит, меняется точка зрения. Поэтому есть разные точки зрения там. То есть, разные перспективы, пространственные, психологические. Иногда автор входит в мир персонажа, который переживает. Вот, например, в притче о блудном сыне, и пришедший в себя сказал. То есть, откуда знает рассказчик, что он там, ну, то есть, значит, мы уже вторгаемся в мир какого-то персонажа. То есть, нам показано, ну, какое-то переживание и внутренний мир. То есть, это, значит, точка зрения психологическая. Или меняется пространственно, или еще. То есть, масса, мы больше завтра поговорим. Понимаете, все эти элементы рассказа мы собираем. Мы собираем, и очень важно то, что мы говорили, структуры. Повторение, вставки, хиазм, стереотипные модели, структурные уровни, игра слов. И вот сейчас, сколько у меня есть времени? Вот я хочу показать вам, как это, по поводу структур. Немножко. Чтобы вы, ну, не подумали, да, это какое-то излишество. Что, что, что у вас там? Вы не успели или что? Я могу вам подарить все слайды. Ну, вот видите, опять же, говорю, что это событие, оно на камере вообще не будет смотреться. Я когда, смотря, вижу себя на камере, думаю, какой ужас, я никогда больше не буду выходить и что-то говорить. Но для меня это... Так, значит, смотрим. Рассказчик, его точка зрения, да, действующие лица, сцены, диалоги, сюжет, атмосфера. Вот смотрите, структура. Чтобы вы не подумали, что это такое, знаете себе такое, ну, подумаешь, структура. Вот примерная структура, история Авраами. Это цикл истории, да, сказания Авраами. Та глава, где Авраам сходит в Египет. И вот смотрите, что это, так называемый, хиазм. Видите, как идет структура? Она идет такой ступенчатой, да? Она идет к центру, потом снова возвращается. Потому что все эти линии, это внешние и внутренние структуры, они параллельны. Библейская риторика, особенно библейская поэзия, как часть ближневосточной литературной традиции, типично таким вот явлением, как параллелизм. То есть мы воспринимаем поэзию или говорим, что основной признак поэзии – это рифма, да? Когда рифмуется звук, там, любовь, морковь, там, что там. Ну, мы называем это поэзией. Для библейской литературы это, ну, встречаются такие вот, игра звуков, там очень, ну, когда в оригинале будете читать, кстати, там очень есть диссонансы, ассонансы, группа лиц может быть, группироваться по какие гласные у них там присутствуют. Но основной такой – это параллелизм, когда рифмуется мысль. Не знаю, вы уже это изучали, нет? Поэтому есть синонимические параллелизмы, это когда вот такая формула параллелизма. Вот такая формула параллелизма, да? Первая строчка А, Б, С, дублируется потом. А штрих, Б штрих, С штрих. Есть тройные, есть полные, когда, может быть, элемента А не будет, да? Но это общая структура. То есть возьмите, кто любит книгу притчи, вчера говорил, вы. Вот там вот вы увидите просто классику Жанна, там будет параллелизм везде. И вот, например, блажен муж, и вот этот параллелизм, который не, и, и. И вот вам параллелизм, то есть он развивается. По сути, одна и та же идея. Потом это комбинация двух параллелизм. Потом идет антидетический параллелизм. То есть вторая строчка противопоставлена первой. Это потрясающе. То есть иногда вторая строчка дублирует смысл. Говорит, это гордость отца и что там, радость там для матери, да? Это параллелизм. То есть это одна и та же идея. То есть он радость родителям. И говорят, что вот, вот, видишь, не нужно делить, это одна и та же идея. Просто так раскрыто. Или вторая строчка противопоставлена первой. Вот дайте, не знаю, где книгу притча, вы сейчас увидите. Это просто вот на вкус. Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый падет от нечестия своего. Вторая строчка противоположна первому. Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники праздливостью спасаются. Это одно, оказывается, что это, вторая строчка, противоположна по смыслу. Или вот, или, вот здесь очень много таких противительных, где у нас, ага, послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы. Повторяется, параллелизм только синемичный, повторяется. «Чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, начало мудрости и страх Господень, глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, вот типичный, слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». Вот она, вот поэзия, она повторяется. Вы видите, либо дублирует, либо противопоставлено, либо развивает. И где-то там нашкрябали ученые около 16 видов этих параллелизмов. Но всех их можно объединить в три. Один, либо вид параллелизма, который дублирует, синонимичен, строчка вторая или третья, либо противопоставляется, либо развивает, так называемый синтетический или ступенчатый. Другой вид параллелизма, его называют еще хиазмом, у него другая формула. Видите, чем отличается? Тем, что здесь равномерно расставлено, здесь как будто как зеркало стоит. Такое явление есть в поэзии, и так построен чаще всего ветхозаветний рассказ и даже новозаветний притч. Я потом скажу, вот почему нужно. Фишка в том, что в центре бывает очень главная вещь. Вот почему у вас на структура? Потому что бывает, что есть хиазмомания. Это один момент, когда видят ученые хиазм под каждым кустом библейского повествования. Но есть, реально они есть. То есть это в виде, может быть, предложения. Первый псалом заканчивается хиазмом. Но в переводе иногда оно может теряться, потому что в притчах есть. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Путь праведных, путь нечестивых. Знает Господь путь праведных. Знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. То есть как бы идет в центру, а потом, как бы, вы знаете, говоря по-русски, инверсия во второй строке. Ну, это понятнее. Теперь и так же построены некоторые рассказы. То есть, почему хиазм взята от греческой буквы хи, то есть идет перекресток, как икс. Смотрите, Авраам сходит в Египет, фараон забирает цару, Бог поражает фараона и его дом, потом фараон возвращает цару, Авраам выходит из Египта. И так чаще всего построено. То есть, с чего началась потом эта идея. Но, почему она важна для… Есть, по-моему, типичные сцены, такие прототипичные истории. Теперь смотрим, есть на микро- и на макро-уровни. Вот наша история. Но давайте посмотрим, когда Моисей пишет или рассказывает, или когда мы читаем историю Израиля, давайте сравним. А, Израиль сходит в Египет по причине голода. Израиль под гнетом фараона. Божье вмешательство и освобождение. Фараон отпускает Израиль. Израиль выходит из Египта и идет в Ханат. Это типичная история. Видите, есть какой-то прототип. История Израиля повторяет историю Авраама. Но структура повествования, тот маленький рассказ, тот побольше. В центре что? Божье вмешательство. Освобождающее действие. Когда вы видите, выявление этой структуры показывает нам основной смысловой центр. Логику понимаете, да? Если мы хотим говорить об этой истории, как там фараон, но мы знаем, где центр. И это очень важно. Ну, просто нет времени читать. Почему это важно для богословия Пятикнижей, Аторы, да? Видим, что структура показывает нам, где находится смысловой центр. Значит, ведет нас к надлежащему потом пониманию и проповедованию этой истории. А что я буду проповедовать? О мощной силе и Бога, который освобождает свой народ. Хотя, кажется, ситуация безысходная. Ну, можно говорить о другом. Но я теперь знаю, где смысл. Дальше. Бытие 3, первых 13 стихов. Помните? История Адама и Евы. И смотрите, тоже идет такая параллель. Начинается все это во второй главе. Потому что, я думаю, это единый смысловой или литературный блок. Где были наги и не стыдились. Хотя это принадлежит второй главе, последнему стиху. Я думаю, это разбивка на стихи, вы знаете. Это дело не авторское, а редакторское. Были наги и не стыдились. Потом идет сцена, когда змей говорит, смотрите, какие глаголы. Вы вкусите, и откроются глаза, и вы узнаете. Потом она увидела, что там хорошее, там дает знания. Потом повторяются снова, что они вкусили, и у них глаза открылись и узнали. И заканчивается, что они стали наги. Не пишется, что они устыдились. Но по действию понятно, что теперь уже совсем другая картина. Вот вам типичная схема рассказа, которая напоминает нам хиазм. Только есть хиазм такой однострочный, поэтичный, а есть сама история построена по такому принципу. Понимаете, да? Но истории часто бывают, как матрешка в матрешке. Или как, знаете, вот зубчики или эти вот в часах. Одна двигает другую. Но я вот использую метафору матрешка в матрешке. Смотрите. Наша история о Адаме и Еве, она вкручена, это маленькая матрешка, в средней матрешке. А та, в свою очередь, более большой матрешке. Значит, смотрите, с чего все начинается. Вот наша история 2.25.3.7, она есть частью 2.16.3.17. 2.16. Не ешьте, а то умрете. А потом повторяется. Бог говорит, за то, что ты ел, повторяется. И в центре Ева говорит, что Бог сказал, то есть повторяет, этот повтор очень важен. Потом, эта средняя матрешка находится в большой матрешке. Какая большая матрешка? 2.7.3.23. 27, с чего начинается. Создал человек из земли и его взял, чтобы возделывать и хранить сад. Чем наша история заканчивается? А выслал человека из сада, чтобы возделывать землю, из которой взят. Видите, как повторяется? Я просто слово «земля» пропустил. Вы видели? То есть это, когда мы видим, что есть закончено, это композиция, это целый смонтированный фильм с началом и концом, но он очень продуман в своей конструкции, в своей композиции. Вот почему нам нужно, в первую очередь, ощутить форму и выявить структуру, потому что она уже задумана, она уже, эта история состоит из этой структуры. Если ее проигнорировать, ну тогда мы потеряем несколько ключей к пониманию этого текста. Понимаешь сейчас? Но я говорю, что книга «Бытия», это имеет, особенно первый один слав, это прототип, прототипичные или парадигматичные истории для дальнейшей. Здесь вопрос, где перспектива, где ретроспекция. У нас не богословие сейчас ветхого завета. Но смотрите, опять же, как понять тогда, потому что книга «Бытия» – это введение в Тору. Введение в Тору и историю Израиля. Теперь смотрим. Окей. Значит, давайте мы сейчас как бы немножко составим план, да, то есть так тематически. Значит, первое. Адам создан из земли и помещен в сад. Адам и Ева в саду, да, они получили заповедь и завет, то есть они как бы формула завета, да, получили заповедь, что-то можно делать, что-то нельзя. И получили то, что мы читаем в Торозаконии, то есть жизнь и смерть. То, что потом Моисей говорит, жизнь и смерть предлагаю тебе, выбери жизнь. В центре Ева и змей с областным другим взглядом на Бога. Там идет искажающий образ Бога, да. Что происходит? Адам и Ева нарушают заповедь, то есть нарушают завет. И Адам и Ева изгоняются из сада, чтобы возделать обратно. То есть самое страшное здесь потерять землю, выслать сад. Смотрим, как это просматривается в истории Израиля. Израиль идет в землю, которая даруется ему. Израиль получает завет и заповедь законной. Израиль соблазняется другим взглядом. На Бога. И долопоклонство. Так? Что происходит? Израиль нарушает заветы закон. И чем заканчивается? Израиль изгоняется своей земли в чужую. Это называется парадигматичной историей. Или прототипичной историей. Значит, в центре есть проблема. Что такое? Все в порядке? Так, 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 сейчас, сейчас, сейчас. То есть вы уже отключились или что я не понимаю? Сейчас еще несколько, ну, может, гвоздей в гроб. Ну, ну, в гроб нежелание признать, что структура очень важна. Да, да. Ну, просто несколько примеров. А, кстати, разная. Кстати, там же я вам дал распечатки. А я тут такой сижу, умираю, значит, на... Все, давайте, да. Я же вам дал тут. Это не все, ну, просто несколько. Ну, с отношением, понимаете, я не настаиваю, допустим, историю Адама, но есть какая-то вот прототипичность, да, какая-то вот... Видите, как парадигма. Одна история, то есть она как вот... А как вот так вот раскручивается одна и та же парадигма. Более того, когда смотришь одну, первую, одиннадцатую главу, вот история Ноя, да, сейчас секундочку, может, ее стоит сейчас посмотреть. Думаешь, ну как, какое отношение, ну, Ной себе там, ну, ну и что? Там, делов-то там. Да, можно подумать. Но можно и так посмотреть на эти вещи. Сейчас я увидел сценарий, да, но нам сейчас не так это интересно. Смотрите, в этих одиннадцати главах есть что? Начало мира, неповиновение мира, систематическое нарушение Божьего порядка, истребление мира как суд, спасение остатка, начало нового мира. Что-то там напоминает. Да все библейское повествование. То есть уже как бы вот в одиннадцати главах этот пролог уже, в принципе, есть парадигма для всей остальной библейской истории. Кстати, библейская история, как язм. Я где-то вчера, там, вот, должно было попасться, там, если у кого-то есть вчерашний конспект. Ну, видите, когда мы сравниваем, то есть две истории, истории творения и истории о потопе, да, и там и там Бог, и там и там руах, ветер, и там и там воды и хаос, тогу во богу, и здесь воды и хаос, а вода, океан, это очень серьезный архетип, он очень пугающий для семитской психологии, да, то есть потому что семитские народы, это не моряки, даже финикийцы были. Для них море и океан это что-то пугающее. Когда вот читают откровение, моря там не будет, как, я возмущаюсь, как это не будет моря? То есть здесь нужно понимать, что вот той силы хаоса пугающей, да, вот, то есть здесь вот, ну, образы, архетипы. И там земля, и там земля, там благословение, там благословение, там завет, там завет. То есть повторяется. Более того, смотрим хиазм. Ну, вот этот ученый Венем, этого книга, ну, комментарий на Бутье. То есть в центре Бог вспоминает о Ное. Видите, растление Божьего творения, Божье обращение, первое, намерение уничтожить, Божье обращение, второе, повеление войти в ковчег, начало потопа, подъем, вот потопа, Бог вспомнил Оно. Но я, кстати, иногда вот даже говорил, пробивать, а Бог вспомнил. Интересно, что когда мы встречаем фразу «Бог вспомнил», в нескольких моментах, еще в истории Исхода, и вспомнил Бог, и там несколько раз повторяется, что вспомнил Бог. И такое впечатление, что вспомнил Бог, это, ну, здесь опять же, мне говорят, ну, как это вот понять, Бог же, ну, всегда, ну, все знают, то есть, вы понимаете, это движение повествования. Нужно понимать, повествовательное богословие от догматик, да, на самом деле когда мы считаем, вспомнил Бог это всегда движение, когда новое движение истории искупления то есть опять движется история в сторону искупления мы в Новом Завете встречаем, снова Бог вспомнил, это Захария Захария более того, вы учите иврит Захар или Закер, это помнить и он там вспоминает в этой песне, что Бог вспомнил свой завет, свою милость, поэтому его сын Йоганан Ганна, Благодать и Елизавета тоже насколько все связано там имена с богословием, с библейской историей, понимаете, то есть вы если пойдете дальше, вы просто будете нюхать это прекрасная картина, которая рисует богословие библейское богословие, потом воды потопа спадают, земля обсыхает, Божье обращение третье повеление покинуть Ковчег, а было повеление войти в Ковчег, это дублирование этих вот, потом Божье намерение сохранить и порядок, в противовес Божьему намерению все уничтожить, да, и Божье обращение благословение и завет то есть восстановление творения можно так вот видеть схему этой истории, 7 дней, смотрите как все разбито параллельно, да, 7 дней ожидания потопа, 7 дней потопа 40 дней потопа, 150 дней усиливается вода, 150 дней убывания воды 40 дней ожидания, 7 дней ожидания, 7 дней ожидания вот даже так вот то есть настолько все построено, сконструировано, поэтому игнорировать эти конструкции ну это значит пропустить тот как бы замысел или тот материал, ту вот внутреннюю да, вот как бы конструкцию текста вот почему первая, я вот ну наполягаю очень так фанатично и маньячно форма структура да да ну или можно просто просто так вот нарушение Божьего порядка Бог раскаялся, что смотрел человека Бог решает истребить все живое Бог вспоминает, Бог спасает Бог решает, ну и так далее то есть мы видим, то есть я нахожу так потом и дохожу до проповеди потом, как я могу теперь это каждое положение заменить ну это дальше смотрим ну то есть очень сильно потом над содержанием текста, да то есть о чем текст говорит какова его часть вообще ну замысел связь с общей картиной ну и потом можно там делать ну все это у меня видите в контексте царства ну это то, что я получил как импульс от своих уже учителей все дома просмотрите эти вот примеры структур это ну там по-разному видите я просто хотел вам показать как потому что есть нужно ее ощутить есть просто развивается так вот логически есть эдохиазм просто просмотрите мы завтра с вами потренируемся возьмем какой-то стишок и попытаемся как-то вот попробовать я Продолжение следует...